Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Вальковым. Добрый день. Вот шведское общество, считающееся одним из самых благополучных в мире, страдает от одной самой тяжелой проблемы – одиночества. По статистике, почти половина шведских домохозяйств – это одинокие бездетные взрослые. Вот что говорится. Мы имеем, можно сказать, страну победившего социализма, где все для человека, где сильная идея равенства, жизнь комфортна. У людей достаточно возможности, чтобы организовать ее так, как они хотят, «В результате мы – одинокая страна». Ну да. Потому что если люди мечтают построить индивидуализм, капитализм, затем индивидуализм, социализм, то они доходят до этого индивидуализма в таком виде, что им ни до кого нет дела. Вот они все живут поодиночке, у всех у них есть все, и в итоге нет ничего. То есть нам эгоизм показывает свой тупиковый путь во всех его прелестях, во всех его вариациях. То есть он сам себя съедает, получается? Конечно, естественно. Это мы уже изучали и раньше. Так же, как рак. Съедает организм, а потом и сам умирает, потому что ни от чего питаться. То же самое и человечество на земле. Уничтожает ее, и потом само будет вымирать. Что Каббала говорит об одиночестве? Как с ним бороться и работать? Никак не бороться. Если только примут методику Каббалы и начнут действительно от осознания зла своей природы эгоистической, подчиняться слепо, потому что другого тут не остается. Подчиняться чему? Подчиняться методике исправления эгоистической природы человека, тогда только они смогут перейти к другому виду существования и начнут процветать. Но это только лишь в случае, если они захотят услышать. То есть должно быть первое осознание зла этого эгоистической природы? Огромное страдание должно быть в том, чего мы достигли, и насколько эта жизнь, хотя она мягкая, добрая, комфортная, она бесцельная, никчемная, пустая, и она сама по себе смерть. Не ведущая к смерти, а сама по себе она, эта жизнь в таком виде смерть. Вот это ощущение должно быть. Да. Что я не могу в ней остаться. Я обязан из нее сейчас выйти. Не то, что потом, где-то через 10-20 лет, не знаю, со мной будет, с народом будет, с государством будет. Нет, это все идеологии, это все непонятно. Это мне сейчас должно быть видно, что я уже умираю. Именно в таком, вроде бы, благополучном виде умираю. Только тогда они смогут принять методику интегрального объединения вместо этого абсолютного разъединения и подняться над своим индивидуализмом в соединение. И на этом выиграют. Потому что, в принципе, их природное такое свойство... Шведы умеют работать, на самом деле. Нет, работать это не важно. Здесь надо работать внутренне, над собой. Мы говорим не о промышленности, мы говорим о работе внутри себя, о умении человека надавить на себя, наступить на себя, начать объединяться с другими. Это все непросто. Может быть, действительно, чтобы я бы сделал, если у нас там есть люди... Есть группа у нас. Небольшая. Небольшая группа. Чтобы они начали переводить мои статьи или писать вместе со мной на шведском языке статьи в какую-нибудь солидную шведскую газету или в интернетовскую газету. Я не знаю, что там еще больше. Они, может быть, консервативные читают именно прессу, печатную, а не электронную. И, может быть, можно что-то с этим сделать. Правильно. И именно в тех кругах, которые ощущают безысходность. Попробуй навести с ними контакт. Катер и разтору. Продолжение следует... Продолжение следует...